Итак, друзья, мы празднуем праздник Жатвы, и я хотел бы сегодня читать несколько текстов из Священного Писания, и сразу я хотел бы перейти к первому месту, это Евангелие от Матфея, 13 глава, мы будем читать с 37 стиха. Иисус же сказал им в ответ, сеющий доброе семя есть сын человеческий, в поле есть мир, доброе семя это сыны царствия, а плевелы сыны лукавого, враг посеявший их есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Слава Господу! Итак, посмотрите, из этого текста мы видим ясную картину. Жатва есть кончина века. Бог очень ясно показывает нам на примере этого праздника. А что Он показывает? Он показывает нам, что скоро конец. этот праздник говорит нам о том, что все на этой земле однажды закончится. Вот мы видим не так много плодов, но тем не менее мы видим. Посмотрите. Жизнь этих плодов закончилась. Вот если бы эти плоды могли разговаривать, были бы такие, но имеющие душу, вот как вы думаете, что бы сказал бы нам этот кабачок? Представьте, он, вот дети сразу реагируют, у них воображение работает. Представьте, этот кабачок, у него была хорошая жизнь где-то в поле. Он рос, зеленел, ничего не предвещало такого плохого. Наслаждался лучами солнца, когда его поливал дождь, он тоже радовался, набирал в себе силу. Морковка, она женского рода. Что бы она сказала, если бы она могла говорить, если бы она была с душой? Она тоже жила, жила по-своему, росла, а сейчас краснела, ну, да, краснела. А сейчас мы видим, они лежат здесь, их жизнь, она закончилась. Пришел конец. Вы знаете, друзья мои, Христос, вот на примере этих стихов, он ясно, четко показывает нам, он нас как бы в этот праздник уводит, и он говорит нам, что будет конец века. Жатва, это конец. Он направляет нас вновь и вновь и говорит, люди, дорогие, послушайте, всему придет конец. И мы знаем с вами, что очень много люди об этом говорили и думали, и помните, кто жил в 2000 году, тоже предвещали, что будет конец света. Много гадателей, много предсказателей, они говорили, будет конец, конец. Вы знаете, когда мы видим события в мире, когда природа начинает вести себя неестественно, люди гибнут в результате этого. Мы так думаем, неужели это конец? Неужели конец? когда мы наблюдаем за каким-то конфликтом двухъядерных держав или трехъядерных держав, то мы смотрим и мы понимаем весь ужас трагедии, что может произойти, неужели это конец? Люди вольно, невольно, они думают над этим. Но Библия нам ясно и четко говорит, да, будет конец. И знаете, как или в чем будет выражаться этот конец? Конец будет выражаться в том, что наш Господь Иисус Христос явится на эту землю уже во второй раз. Библия нам ясно и четко говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Вы знаете, две тысячи лет назад Христос пришел на эту землю, да. Но для чего Он пришел? Он пришел для того, чтобы спасти грешных людей. И Он отдал свою жизнь. И Он принял мучение, наказание за грешных людей. Он понес их вину. Сегодня мы имеем эту возможность свободно прийти к Господу, попросить у Бога прощения, иметь возможность изменить что-то в нашей жизни. Но Библия также говорит нам очень важную вещь, что Христос придет и во второй раз. Но Его пришествие, оно будет отличаться от того пришествия, которое было две тысячи лет назад. Сильно будет отличаться. И если первое пришествие Христос пришел как младенец, как человек, то второе пришествие Христа будет с громом и молнией. Второе пришествие Христа будет, это будет явление Царя. Для чего же придет Господь? Он не придет уже тогда спасать. Библия говорит, что второе пришествие Иисуса Христа, оно будет сопровождаться судом. И именно суд определит конец этой вселенной. Давайте мы посмотрим еще на один текст. Вот подтверждение своих слов. Книга «Деяния апостолов», 17 глава. Здесь, в 31 стихе, послушайте, что написано. Ибо Он, то есть Бог, назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Послушайте, что говорит Библия. Библия говорит, что Бог назначил день. Для чего? Он назначил день, в который будет праведно судить землю. Даже не только землю, вселенную. Бог будет праведно судить вселенную, и для этого Он назначил день. То есть Он придет для того, чтобы судить. Я не знаю, получал ли кто из вас повестку в суд. Кто-то получал в суд повестку хоть раз? Достаточно много людей. И там в этой повестке стоит определенная дата. Вы должны явиться в Ленинский или Советский районный суд такого-то числа, во столько-то. И если вы подсудимы, и вы не явитесь на суд, вас силой приведут. Так вот, у Бога, у Бога есть определенный день, который Он уже назначил. И в этот день Он будет судить. И Он даже показал некое свидетельство, что это будет именно так. И свидетельство выражалось в том, чтобы Он воскресил Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа свидетельствует о том, что Он живой, и том, что Он придет на эту землю. Теперь послушайте, цель второго пришествия – это суд. Это суд. Книга Откровения открывает нам некую тайну, которая говорит, что у Бога есть памятная книга. Памятная книга – это значит, что что-то будет там вспоминаться, то есть что-то записано в этой книге. Ну, вроде того, как дневник вот сейчас некоторые ведут, блокнот или дневник, они записывают события своей жизни какие-то яркие, то у Бога тоже есть памятная книга, в которой писано все, что мы делаем, говорим, думаем. И не думая так, что никто это не видит, не слышит, всегда все фиксируется. Почему? Потому что Божий суд, он справедливый. Суд, вы знаете, он страшен для кого? Для подсудимого. Правда? Суд не страшен для свидетеля. Суд не страшен для того человека, который просто присутствует на суде. На самом деле суд страшен для человека, который совершил преступление, и он должен понести определенные наказания. Для него суд страшен. И Бог будет судить человека за грехи. Это сто процентов. Все люди будут судимы. Сто процентов. Бог будет судить. И он будет судить судом праведным. Справедливым судом. Невозможно Бога подкупить. Ни нашими делами, ни нашими какими-то способностями. Про деньги я уже и не говорю. Бог будет судить справедливым судом. Вы знаете, Вот я помню в моей молодости ранней. Ну, сейчас я уже Уже как бы чувствую Уже поздняя молодость, да? А был такой период, Я не знал Господа. Но я помню вот то свое состояние, Когда я оказался на суде и был подсудимым. Вы знаете, Такое чувство какой-то неопределенности, Страха, Трепета какого-то, Ужаса. Что ждет меня? Какой срок сейчас даст этот судья? Вы знаете, Не было так просто. Зашел, тебя отправили. Дело тщательно рассматривалось. Были свидетельские показания. Выступал прокурор, адвокат. Судьи уходили на совещание, Возвращались. И вся вот эта вот процедура, Она приводила меня в определенную Какую-то скованность, страх. Я понимал, что вся моя жизнь, Она в руках этого судьи. Что вся моя жизнь, Она зависит от того, Какое решение он примет. И это было страшно. Страшно. Вы знаете, Я не знаю, Но что будет ожидать грешного человека, Когда он попадет на Божий суд. Когда Бог будет судить его. Человека, который отвергал Божью благодать. Человек, который предавался греху, похотям. Человек, который знал Божью волю, Но отвергал ее. Какой ужас будет охватывать его, Когда он предстанет на суд. И уже невозможно будет ничего сделать. Когда есть только судья, Совершенные преступления. И выносится вот это вот решение. Самое, что страшное, наверное, Что Божий суд, Он определит невременное наказание наше. Он определяет вечность. Божий суд определит, Где, в какой вечности мы Будем продолжать наше существование. Вы знаете, что человек это вечное создание. Это вечное. Человек невозможно. Он не умирает. Человек не умирает. Вот, да, он оставляет эту землю. Ему дано временное тело. Но по сути своей, Человек сотворен вечным созданием. Он сотворен по образу и подобию Божию. Бог вечен. И человек тоже вечен. Поэтому невозможно умереть. Нет такого понятия, Что человек умер в глазах Бога. Он живет. Мы живем просто здесь временно. И когда, ну, как говорят, Человек умирает, Это всего лишь с точки зрения Бога Переход в вечность. И от того, как мы живем, К чему мы стремимся, Зависит, какой вечности мы будем после смерти. Вы знаете, сегодня мой знакомый Рассказал мне историю. Его мама, она регулярно посещает наше собрание. И я верю, что она молится за него. Он рассказывал мне буквально сегодня Свежая такая история. Он был в Москве, работал там на стройке. И он говорит, вот вдруг внутри у меня Такое желание, ну, закончить эту работу И уехать домой. Внутри сильно. И он говорит, я собрался, Взял билет и уехал. А на следующий день, он говорит, Я узнал, Что на тех лесах, где мы работали, Просто случайно машина Задела эти леса мимо проезжающих. И все леса попадали. Девять человек, с которыми он работал, Очень сильно пострадали. Двое находятся в тяжелом состоянии. Кто бы мог подумать? Какая-то маленькая площность, Чуть-чуть, машина проезжала, И чуть-чуть задела край лесов. И леса все обвалились. И закончилась, возможно, жизнь чья-то. Ну, и как чудесно осознавать, Что Бог слышит молитвы матери, Что Бог дает еще нам шанс Что-то изменить, Что-то исправить, Что-то переосмыслить. Важно. Это важно понять. Праздник жатвы, Он направляет нас, Ну, к мысли, Что скоро будет конец. И у нас с вами тоже. Поверьте, Что удивительно в этой жизни, Никто из нас не знает, Когда придет этот конец. Мы бы хотели бы так, Кто-то скажет, Я бы хотел бы до 70 кто-то прожить. Кто-то бы говорит, Я бы до 80. Но если вы придете на кладбище, И посмотрите даты смерти людей, Вы увидите, Они очень разные. Нет такого шаблона 70, 75, 70, 75, Такого нет там. Вы увидите разные даты. И 30, и 40, и 20, и 50. Мы живем на этой земле, И мы даже предположить себе не можем, Что возможно, В этом году кто-то из нас умрет. И это произойдет внезапно. Что-то происходит с людьми, Вы не замечали? Вдруг приходит какая-то болезнь, Тромб оторвался, Или что-то с сердцем произошло, Или просто зацепилась, Била машина, Попал в аварию. Разные ситуации в жизни. Из некоторых человек чудом выкарабкивается, А в других случаях остается инвалидом, Рушатся все планы. Или просто он оставляет этот мир. Когда мы смотрим на этот праздник, Да, мы благодарим Бога, Но еще и еще это напоминание нам, Что наша жизнь, Она очень шаткая. Мы должны оценивать это, Понимать, для чего я живу, К чему я иду, В чем мои потоки, Стремления, Во что я вкладываю свои силы. Что я делаю для Бога? Сегодня я хочу задать вам этот вопрос. Да, вы можете сейчас расписать, Что вы делаете для себя, Что вы делаете для своей жены, Мужа, Что вы делаете для своих детей, Что вы делаете для своих родителей, Что вы делаете для общества. Вы можете это все написать по пункту, И там, возможно, будут хорошие, Такие правильные вещи. Но я сегодня задаю вам вопрос. Вы предстанете пред Богом. Что вы делаете для Бога, Который спас вас? Он сделал для вас очень много. Он дал вам шанс. Некоторым он дал много шансов. Некоторым дает шансы сегодня. Бог помогает нам. Посмотрите, солнце восходит. Мы даже не замечаем на такие вещи, Как солнце. Но Библия говорит, Что Бог посылает вот это солнце. Он дает для праведных и неправедных, И дожди для праведных и неправедных. Бог благословляет нас каждый день. Вы замечали, Что бывает утром просыпаешься, И ты в таком тяжелом состоянии, В каком-то, Ну, как-то вот физически тяжело. А в другой день ты просыпаешься, Ты как будто легкий такой на подъем. Вы замечали такое? Такое бывает. Бог дает нам силы. Силы работать, Зарабатывать. Вот посмотрите на нашего брата Сергея Гришина. Ну все. Схватило у него поясницу, Нерв, Ногу. И все. И не может ничего делать. Имеет способность, Имеет хорошие руки, Ум. А ничего не может сделать. И врачи приехали, Укольчик поставили, И руки развели. И что теперь? Это жизнь. Жизнь. И теперь не услышим долго свидетельств, Наверное, Как Бог тебе помогал в работе. Почему? А вот, Кое-как добрался до сюда. Молодой парень. Но это жизнь. И так бывает в этой жизни. И так, друзья мои, Послушайте. Праздник Жатвы Говорит или показывает нам О том, Что неминуемо скоро будет конец. Вы должны всегда это помнить. Конец выражается во втором пришествии Иисуса Христа. Это тоже будет. И Христос придет, Чтобы судить землю. Цель второго пришествия – суд. Суд страшен для подсудимого. Суд страшен для тех, Кто живет во грехе. Вот послушайте, Если вы боитесь Божьего суда, Значит, у вас проблемы с Богом. Один брат рассказывал мне историю. Он говорил, Однажды я встал лицом перед смертью. То есть был такой момент, Когда он должен был умереть. И в тот момент он рассказывает, Он говорит, Ты знаешь, Меня объял такой страх. Он говорит, Я по натуре смелый человек. Но когда приблизилось вот этот момент, Что вот-вот и я умру, Меня объял такой страх. Мое тело онемело. Ноги затряслись. И когда, говорит, Эта ситуация прошла, Я остался жив. Я сел там, где я стоял. И долго не мог встать. Я думал, почему так? И он рассказывает, Ко мне, ты знаешь, пришла мысль. Я понял, что моя душа боится смерти. Моя душа боится предстать пред Богом. А если она боится предстать пред Богом, Если она хочет скрыться отсюда, Значит, что-то не в порядке с моей жизнью. Вы понимаете, о чем идет речь? Суд страшен для людей грешных, Для людей, которые виновны. Но теперь послушайте. Еще одно место я хочу вам показать. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Мы прочитаем с вами. 22 стих. Христос говорил это своим ученикам. Он говорил, Так и вы теперь имеете печаль. Но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше. И радости вашей никто не отнимет у вас. Вы слышите, что означает второе пришествие для людей, Которые любят Иисуса, которые следуют за Ним? Что означает? Радость. Радость. Конец для верующего человека – это радость. И никто этой радости уже не отнимет. Когда Христос явится на эту землю, Для одних людей это будет страх и ужас, А для других людей это будет радость. Почему радость? Давайте мы прочитаем еще Иоанна, 5 глава. Мы прочитаем с вами 24 стих. И все вместе от смерти в жизнь. Вы понимаете, почему радость? Потому что если я слушаюсь Божьего Слова, Не слушаю, Некоторые говорят, ну я слушаю. Нет, нет. Не услышал. Слушаюсь. Слушающий. То есть тот, который слышит, И тот, который послушен. Если человек слушает Божье Слово, Если он послушен Христу, И если он верит в небесного Отца, Написано, он имеет жизнь вечную. Послушайте, не будет иметь После смерти. А уже имеет. Имеет – это значит сейчас имеет. И дальше. И на суд Не приходит. Что это значит? Это значит, когда Христос явится И будет судить землю. Если я верую в небесного Отца И слушаю Христа, Повестка в суд мне не придет. Аллилуйя! Повестки в суд не будет. Не будет. Мне нечего бояться. Но радость. Отчего же радость? Что же это за радость? Почему? Потому что я перешел От смерти в жизнь. Друзья мои, От смерти в жизнь Мы переходим здесь при жизни. Мы при жизни переходим От смерти в жизнь. И если я верую в Иисуса Христа Как положено, Я уже имею жизнь вечную. Поэтому моя смерть Это всего лишь будет, знаете, Как зашел в гардероб, Переоделся И пошел дальше. Слава Иисусу! Ну, сестра говорит, И переодеваться не надо. Ну, все равно наши родственники Начнут нас там, знаете, Переодевать. Наше тело. Знаете, мы-то переоделись, А родственники наше тело будут еще Одевать, переодевать. Да? Ну, вы понимаете. Жизнь вечная. Мы не приходим на суд, Если мы верим. А теперь еще одну важную вещь. Буквально несколько минут. Вы знаете, Наверное, помощь мне нужна будет. Жатва, она заключает В себе такую вещь. Происходит некое Отделение. То есть, Когда Собирают урожай, Ведь никто же ботву не оставляет. Правда? Кому нужна ботва? Вот я сейчас Предложу. Кому ботва нужна кому-нибудь? Тебе зачем она нужна? На, кушай, Катя. На, кушай. На, ты будешь кушать. Ботва нужна. Кому нужна ботва? На, кушай. Ну, и что? Давай, бери, кушай. На, кому нужна, дети? Что вы? Кушать? На, иди покушай. На, никому не нужна. Ботва не нужна никому. Что происходит Во время жатвы? Отделение. Разделяется. Вы знаете, Что-то похожее В церкви будет происходить. Мы как бы вместе же Вот сейчас И ботва И морковь Вместе Кто его знает? Мы же не знаем Ну, вроде поет человек песни Ну, вроде Библию читает Ну, молится даже красиво Отче наш знает наизусть Живые помощи Еще от бабушки Ну, как бы Ну, смотришь на него Ну, ничего плохого не скажешь Вроде и добрый До конца не знаем А что в сердце у этого человека А какая у него тайная жизнь А любит ли он Иисуса больше всего А что является для него важным и ценным Мы этого не знаем И в церкви мы этого не знаем Мы не видим Мы не можем видеть сердце человеческое Но когда придет жатва Когда придет этот день Библия говорит Что Бог в тот день Он отделит Как пастор отделяет овец от козлов Так и Господь отделит Одних поставит по правую сторону Других по левую Жатва Это отделение Раз и все И куда мы это деваем Куда мы денем вот это Мы не выкинем это, правда Никогда Это нужно Из этой морковки можно Много чего сделать И она вкусная И она сладкая И она добрая А что мы будем делать с этим Кроликом Вот жизнь человека Для кроликов Живем для кроликов Мы сами иногда не думаем Над этими вещами Мы живем для кроликов Мы как просто Как ботва Но Библия говорит нам О том Что солому Ее сжигают огнем В тот день Произойдет отделение И то В чем не было плода Оно будет собрано И сожжено огнем Мы сегодня с братьями Разговаривали Вы знаете Вот солома Когда хороший урожай Ее прямо по полям едешь И люди ее жгут В трудные времена На что она Годится Подстилка скоту Вот солома Она пустая В ней нет Того Что Бог хочет видеть И вот сжатва Это еще и будет Время отделения Бог отделит Колос От соломы Вы знаете Эту историю Евангелие от Луки 13 глава Когда мы читаем 6 стиха Притчу О человеке Который Имел в своем Винограднике Посаженную смоковницу И однажды Он пришел на ней Искать плода То есть В винограднике Была смоковница В Божьей церкви Была такая личность Она была особенной Особенно посаженная И вот в один из дней Бог пришел На ней Искать плод В нужное время Во время Когда Она должна была Приносить плод Он пришел на ней искать Когда он пришел Там был вот этот Смотрящий за виноградом И он ему Говорит Вот я пришел искать И уже не первый раз Прихожу В 2016 году Приходил Искать Плода нет В 2017 Приходил Плода нет Вот я уже третий раз Прихожу Уже третья жатва Прихожу третий раз И ты знаешь Я ищу на ней На этой смоковнице Плода И не нахожу То есть оказывается Бог ходит И смотрит На этой смоковнице Он ходит И смотрит плод Хотя бы один Ноль 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 А она только для себя жила Красавица такая Зелененькая Все для себя Для Бога ноль Я ищу плода Ну ведь я же ее посадил Ну я же имею право Если я посадил У себя на участке Яблоню Ну у меня есть право Как бы Ну Увидеть плоды Или нет Ну я же тебя посадил У себя на участке Я ухаживаю за тобой Опрыскиваю там Разными Чтобы тебя Жучки не съели Я ожидаю От тебя Чтобы Были плоды Яблочко А яблоня Говорит Знаешь А я считаю Мне надо для себя Пожить Сколько можно Мне сейчас Некогда У меня сейчас Столько хлопот Столько забот Один говорит Волов купил Надо испробовать Другой говорит Поле Дом там затеял Третий говорит Ты мне не мешай Я сейчас женился У меня сейчас Другая жизнь И вот он пришел Говорит Третий год Какое долготерпение У Бога к нам Какое долготерпение И он говорит Ты знаешь Я третий раз Прихожу И Она просто Место занимает Просто занимает Место Друзья мои Это должно Тронуть нас Я в церкви Просто занимаю Место Или все-таки Я приношу Добрый плод Или я что-то Делаю для Господа Или просто Место занимаю И он говорит Ну все Хватит Сруби ее Мы на ее место Посадим Что-то другое Что будет Владоносить Сруби ее И тогда Вот этот Смотрящий За виноградником Он начинает Ну Уговаривать Это как молитва Знаете Как молитва Государь Или господин Оставь ее Еще на один год Боже Еще оставь На один год Я еще поработаю Окопаю ее Обложу навозом Может быть В следующий год Она принесет плода Друзья мои Навоз Удивительная вещь Она нужна Я как-то Проезжал Мимо одного Садового участка Наблюдал Такую картину Женщина Вы знаете Такая современная Такая у нее Маникюр Сантиметра Наверное Полтора Так выступал Накрашенная Такая Знаете И И она С лопатой Кидает навоз Я проезжаю И она За деревом Прячется Чтобы я Не увидел Ее Что она Кидает Навоз Думаю Так видать Припекло Сильно Ее Что Без навоза Не обойтись И Не только Дерево Пахнет Навоз Перебивает Всякую Коко Шанель Знаете Когда в нашу Жизнь Приходит Вот этот навоз Мы Перестаем Обращать Внимание На те Вещи На которых Мы Делали Акцент Когда в нашу Жизнь Приходят Какие-то Неприятности Проблемы Трудности На работе В семье Может быть Со здоровьем Мы Останавливаемся Мы Начинаем Думать А вообще Что это Такое А вообще Теперь Зачем Мне Тогда Все Это Навоз Полезная Штука Она Неприятная Послушайте Правда Это неприятно То что мы Переживаем Но это Полезно Почему Потому что Бог Он хочет Чтобы ты Правильно Жил Потому что Бог хочет Чтобы в тот День Когда он Явится За тобой Когда Будет Вот Придет Вот Тот День Твоего Отшествия Или Его Пришествия Чтобы Ты Был В Правильном Положении Чтобы Ты Был Готов Последний Текст Евангелия От Луки 21 Глава Послушайте Что Говорит Христос 34 Стих Смотрите Смотрите За собою Чтобы Сердца Ваши Не Стали Тяжелыми Не Отягчились То есть Он Говорит Смотрите За собою И он Делает Акцент Не То Что В чем Вы Ходите Мы Каждый День Смотрим За Собою К Зеркалу Кто Сегодня Не Подошел Вы Не Подошли Сегодня К Зеркалу Не Глянули Даже На Себя Духовная Сестра У Нас А Смотрим ли Мы В Наше Сердце И Он Говорит Смотрите За Собою Ваше Сердце Чтобы Оно Не Отягчилось Объедением Жизнь Ради Еды Пьянством Жизнь Ради Веселья И Заботами Житейскими Жизнь Ради Житейских Забот Послушайте И Кушать нам Надо И радоваться В Господе Написано Радоваться В Господе И Забот Нам Хватает На Каждый День Но Христос Говорит А вы Смотрите Чтобы Не Отягчились Чтобы Вот Это Все Это Не Не Как Не Зашкаливало В вашей Духовной Жизни Не Забирало Вашу Духовную Жизнь А вместе С ней Не Похитило У вас Христа И Жизнь Для Бога Почему Чтобы День Тот Не Постиг Вас Внезапно Вы Знаете Внезапно Как Внезапно Это Когда Ты Приходишь Без Без Предупреждения Да Представь Я вот К вам Пришел И Предупредил Прошел Сквозь Домофон Подошел К двери Вашей Позвонил Так Серьезно Вы Открываете Дверь Оп Здрасте И я Шаг Вперед Делаю Оп Как Вы Будете Себя Чувствовать Есть Два 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 Вида Как Вы Будете Себя Чувствовать Если Вы Готовы Если У вас Дома Всегда Порядок Вы Скажете О Пастор Слава Богу Наконец Заходи Все Собираетесь Пришел Наконец А если Беспорядок Дома Если Дома Поругались С детьми С мужем С женой И я тут Как Вы Себя Будете Чувствовать А А вот Христос Говорит Тот День Он Внезапно Постигнет Застигнет Вас Внезапно И вот Чтобы Так Не Получилось Мы Должны Быть Всегда Готовы Братья Сестры Всегда Готовы А чтобы Быть Всегда Готовым Нужно Следить За Своим Сердцем Аминь В этом Есть Праздник Жатвы Я спросил Как-то Мы Супруга В Любино Служили Такой Поселок У нас Вы знаете И я Говорил Домашнее Общение Было И Я Сказал Как-то Говорю Вы знаете Мы должны Быть готовы К встрече С Господом Всегда Каждый День И бабушка Одна Она Говорит А я Готова Я Уже Готова С Позапрошлого Года Готова Мне Стало Интересно Я говорю А как Она Говорит А у меня Под кроватью Чемоданчик Там На смерть Там А все Готова Уже И одежда И тапочки Там И все Деньги Отложены На похороны Друзья Не Это Не К этому Мы должны Готовиться Вы понимаете Вы думаете Вас не похоронят Или Вам Вам важно Как вас Как похоронят Вот Вот этот Вот Как Вам это важно Как его похоронят Вот эту Одежду Временную Вам важно Как ее похоронят О чем Вы думаете Похоронят Даже Если У вас Родственников Нет Все равно Похоронят Государство Похоронят Знаете На могиле Номерок Напишут 148 И все И там В книге Не хочется Да Как-то Чтобы Так Похоронили Как-то Хочется Чтобы Так Помпезно Это Уже Не будет Иметь Вообще Никакого Смысла Понимаете Потому что Человек Мы живем Вечно И после Смерти Нас ожидает Другая Жизнь Поэтому Мы думаем Очень часто Не о том О чем Нужно Думать Или думаем О том О чем Мы неправильно Думаем Вечность Наша Короткая Жизнь Здесь На земле Может В любое Время Прерваться И мы Предстанем Пред Богом И нам Нужно Думать И стараться Не более Не о пище Тленной Не о жизни Тленной Но о жизни Пребывающей В жизнь Вечную А для этого Мы должны Быть с Богом И жить Для Бога Да благословит Нас Господь Встанем Для молитвы Помолимся